Привет! Вы на канале Аликас и сегодня у нас будет интересное видео, в котором мы будем выяснять, были ли мопеды в армии. Все мы прекрасно знаем, что мотоциклы служили в армии и сейчас мы находимся в музее восточно-немецких производителей мотоциклов. И мы видим, что мотоциклы МЗ, это именно производитель из Восточной Германии, из города Шопау, очень активно и много поставлял мотоциклов в армию в различных исполнениях. Но самое интересное, что мопеды тоже в армии служили. И вот мы видим этот пример, мопед Симпсон Эндуро С51 в армейском исполнении, который служил в армии ГДР. Вкратце расскажу, что это за мопед. То есть это, в принципе, мопед конкурент нашим Карпатам, но конкурент Карпатам спорт даже, я бы сказал, потому что мы видим здесь поднятый наверх глушитель, защиту, защитный экран, заднюю ручку бугель. Ну, то есть вот эти все элементы, которые присущи были Карпаты спортом. Но у Симпсона здесь установлен двигатель с мощностью почти 4 лошадиные силы и здесь у него 3 передачи. Поэтому, ну, по большому счету, это даже уже микромотоцикл. Кроме того, мы видим, что здесь полноценное двухместное сидение, в отличие от мопедов советских. На этом мопеде могло ездить 2 человека и для них здесь есть боковые откидные подножки, что говорит нам опять же о том, что это двухместная версия. В армейском исполнении мопед Симпсон был укомплектован вот таким кофром из брезента, лопатой. Обратите внимание, что моду писать на заднике сидения тоже принес к нам Симпсон. Все мы знаем, что у нас любили писать там Карпаты, спорт и так далее. Вот на Симпсоне тоже писали свое наименование. О том, что это армейская версия, нам говорит покраска этого руля в зеленые хаки. Кроме того, поворотники здесь тоже все полностью выкрашено в такой военные армейские хаки, палитры именно германской демократической республики армии. Почему? Потому что рядышком здесь мы видим и другую технику армии ГДР. Это мотоциклы МЗ различных времен, которые тоже покрашены в этот же цвет. Поэтому мопед Симпсон и мотоциклы МЗ служили в армии ГДР. Это был транспорт военных курьеров или каких-то посыльных. Когда вас будут спрашивать, служили ли мопеды в армии, смело можете отвечать, что да. Ну а на этом наше видео заканчивается, но не заканчивается история про различную мототехнику. В этом музее очень интересная коллекция и тут есть про что рассказать.